приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня будет дико интересная тема все как вы любите сегодня я хочу представить вам некоторые доказательства того что люди не бывали в космосе а также разные косяки космонавтов которые удалось заметить внимательным конспирологом и дотошным плоскоземца представляю вашему вниманию самые известные фейлы космонавтики в этом видео будут собраны мои собственные наблюдения и находки а также находки остальных конспирологов и простых зрителей с разных конспирологических каналов на ю тубе таких как мы с вами усаживайтесь поудобнее начинаем друзья заранее попрошу поставить этому видео лайк подписаться нажать колокольчик и написать комментарий это очень помогает в развитии канала и помогает мне находить новые темы для видео попытаюсь запустить ряд видео с фейлами космонавтов если вам понравится эта тема то я сделаю еще несколько видео на дворе уже почти 22 год и мы с вами проделали очень большую работу в конспирологическом направлении и теперь понимаем что все видео якобы нахождение людей в космосе делаются на земле при помощи разного рода методов разного рода тросы или метода свободного падения которая достигается спиральным полетом самолета вниз она еще называется так называемая контролируемое падение когда самолет начинает снижаться вниз постепенно и как бы получается свободное падение за это время можно уловить момент и успеть снять некоторые сцены которые якобы отражают нахождение людей на орбите земли на самом деле этот аттракцион уже давно известен и люди даже платят деньги за то чтобы почувствовать некую невесомость самолет поднимается и есть некая некоторая компании предоставляющие такие услуги когда самолет поднимается и потом медленно снижается и получается свободное падение люди там фотографируются снимают видео как бы побывали скажем так в свободном падении в невесомости но это мы с вами уже давным-давно понимаем многие из вас уже знают это не хуже меня начнем с самого известного и горячо любимого фейла всеми нами фейла космонавтики это когда джордж буш старший царство ему небесное бывший президент сша посещает наса он очень дряхлый и старый и его везут на каталке но не это самое интересное а самое интересное то что камера сняла запись якобы нахождение космонавта на орбите и все это походило на съемочную площадку на фоне так называемого хромакея позже дотошные люди такие как мы с вами нашли и сопоставили все эти записи и получилось то что в этот момент представители наса снимали примерно вот такие кадры казалось бы ну все ребята спалились отнекиваться не стоит скажем так сушите весла самое интересное что нас а потом пыталась реабилитироваться и снова сняли этого клоуна это было некое якобы видеоопровержение где этот человек снова и играется с этим зеленым мячиком но якобы он в самом деле находится в невесомости и на фоне вот этого вот изображение похожего на хромакея якобы да но мы то с вами на самом деле поняли что они там снимают и что этот астронавт не зря решил поиграться с подозрительно зеленым мячиком который как нельзя кстати подходит для последующей компьютерной обработки и превращается в каплю воды в другом видео им видимо сверху постучали по шапкам и сказали друзья нельзя чтобы простой люд знал о том что на самом деле земля-то плоская а в космос никто не летает мы что ли зря сделали для вас все эти обнуления мы тут тут сотнями тысячами лет выстраиваем новое общество чтобы скрыть потопы и допотопные цивилизации всякого рода артефакты скрываем кости трехметровых людей там закапываем снова в землю чтобы скрыть тот факт что люди пришли на эту землю то из-за края земли и что в антарктиду не пускают и что за краем земли есть огромная вселенная где люди живут по несколько тысяч лет и вечно молодые и сильные как боги и полубоги а мы тут живем по 70 лет и работаем всю жизнь на государство крутимся в этом колесе а в конце получаем нищую пенсию так что давайте ребята снимаем видео объяснение и выходит новое видео где якобы все нормально и знаете что половина людей действительно где-то в душе хочет им верить и все же где-то в душе была такая надежда что вот неужели вот эти вот сумасшедшие плоскоземцы в самом деле правы да неужели они в самом деле правы что земля плоская никто не летает нет я не хочу верить в эту картину как жить дальше ведь не может же быть что нам все врут постоянно как же так ведь мне самого рождения получается врут и я живу в обмане такого не может быть я не хочу это верить пожалуйста верните мне мою прошлую уютную картину мира но продолжим итак следующий фейл который был обнаружен моими подписчиками несколько лет назад я не помню уже имени этого подписчика но вроде бы это была некая женщина которая мне прислала вконтакте видео на котором заметила вот этот интересный казус в общем ничего необычного ничего как говорится не предвещало беды запустили некую ракету даже шел стрим по этому поводу в ютубе и на официальных каналах в общем запускают ракету на высоте 200 километров и на скорости 13000 километров в час неожиданно по ракете проползло некое животное либо это была крыса либо какой-то грызун причем грызун по-видимому очень термостойкий потому что в это время по словам официалов ракета проходила так называемую термосферу где температура равняется 600 градусов цельсия грызун оказался настолько термостойки что ему это температура как бы ни почем в 600 градусов и несмотря на все невзгоды продолжает свой путь к звездам дабы заселить новые планеты но у него еще к тому же оказалось некоторая способность дышать в космосе и находиться в очень мощном вакууме что не каждому по силу из этого видео можно еще заметить что и на него абсолютно не действует невесомость то есть он притягивается так земля к сила притяжения действует и он вот ползет между в какой-то ложбинки между деталями этой ракеты если честно я даже боюсь себе представить чтобы произошло с этим зверяком в космосе он бы просто напросто погиб еще на старте и превратился бы в пар или в пепел но нет мышь оказалась вопреки всем законам физики без сомнения самым стойким существом на земле кстати говоря есть еще одна интересная тема она буквально была у меня несколько роликов назад смысл такой что еще до всей этой эпопеи с космонавтикой проводили эксперименты с вакуумом по нахождению людей в вакууме и именно вот в этих скафандрах тестировали эти скафандры потому что скафандр по логике вещей должен защищать от вакуума и сохранять внутри атмосферу при которой человек может там находиться и дышать но на деле оказалось все намного сложнее и не так все однозначно как нам хотелось бы представляю вашему вниманию опыт человек был посажен в камеру откуда выкачали весь воздух он сидел в скафандре выкачали воздух и он неожиданно начал терять сознание и упал на пол позже этот человек его звали джим ли бланк он рассказал о том что у него перед тем как он потерял сознание начал пузыриться язык то и вокруг скафандра скажем так уменьшилось давление а его внутреннее давление стало его скажем так распирать и несмотря на то что его защищал скафандр и он чуть не умер от этого всего там быстренько подключили снова атмосферу воздух и подоспели к нему на помощь уже доктора и оказалось что неважно находишься ли ты в скафандре либо тем более без него ты не сможешь находиться в среде в которой нет воздуха то есть в которой абсолютный вакуум и ни один скафандр в мире не сможет защитить человека от абсолютного вакуума это были некоторые мысли и некоторые фейлы которая которая мне удалось найти если вам понравилась такая рубрика видео ставьте лайк подписывайтесь на канал если это видео наберет 5000 лайков я выпущу следующее видео с фейлами космонавтов и доказательствами того что человек никогда не летал в космос и не может в принципе там находиться с вами был белогор до встречи в новых видео субтитры создавал DimaTorzok 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 субтитры создавал DimaTorzok